Ежегодный отчет Сергея Павловича – это основные вехи развития Анапы. Чем жил город в течение непростого 2016 года? Объем собственных доходов бюджета города-курорта составил 1 миллиард 911 миллионов рублей. Большая часть расходов в одном ключе с краевой бюджетной политикой – на социальную сферу. В первую очередь, это социальные гарантии, расходы на образование, здравоохранение, воспитание подрастающего поколения. На содержание и развитие объектов в социальной и культурной сфере в отчетном году направлено 2 миллиарда 800 тысяч рублей. Это 72,4% от всей суммы бюджета. Большинство отраслей экономики по итогам прошедшего года демонстрируют положительную динамику. Крупные и средние предприятия получили прибыль – полтора миллиарда рублей. Задача властей – поддержать малый бизнес. Учитывая, что кризисные явления в экономике негативно отражаются в первую очередь на малых формах хозяйствования, особое внимание мы уделяли малому и среднему предпринимательству. Субсидии на размещение расходов в размере 5 миллионов 860 тысяч рублей получили 17 субъектов малого предпринимательства. В своем выступлении Сергей Сергеев сделал акцент на жизненно важных для курортного города преобразованиях. Благоустройство и озеленение, капитальный ремонт образовательных и спортивных объектов, проектирование новых детских садов и школ. И, конечно же, то, без чего невозможно движение вперед – модернизация и строительство инженерной инфраструктуры. Миллиардные вложения, канализационный коллектор и два магистральных водовода. Их вод в эксплуатацию позволит снизить нагрузку на перекачивающее оборудование, увеличить объем воды в Витязево и на Пионерский проспект, что обеспечит возможность дальнейшего развития санаторно-курогного комплекса. Ну и дополнительно хочу сказать, что мы планируем, что уже этим летом дефицита воды в станице Благовещенской не будет. За эффективную реализацию инвест-программы в сфере энергоснабжения Сергей Павлович поблагодарил руководителей Кубаньэнерго и НЕСКО. После почти часового доклада в зале звучат вопросы. Депутатский корпус совместно с администрацией проводит в жизнь бюджетную, экономическую и социальную политику. Избранники от народа высоко оценивают работу исполнительной власти, но хотят услышать мнение первого лица, как решать наболевшие вопросы. Учитывая, что в муниципальном образовании существует много санаторно-курортных учреждений, существуют частные медицинские центры, ощущается дефицит узких специалистов именно муниципальных медицинских учреждений. В связи с этим хочу задать вопрос, какие действия предпринимаются администрацией, чтобы ликвидировать дефицит узких специалистов в медицинской сфере. В кадровой политике важен комплексный подход, считает Сергей Павлович. Жилье, досуг, социальные гарантии и комфортные условия в трудоустройстве. У нас есть и цифры, касаемые вашего вопроса. Специалисты, ну они все хорошие, но если он более-менее серьезно подготовлен, то его быстренько забирают в санаторно-курортные учреждения. Вы это все прекрасно знаете. И это наша, в принципе, не беда. И я знаю, что мы не проводим анализы, потому что нет необходимости, но знаю, что очень многие специалисты, вот здесь есть в зале, руководители управления здравоохранения, работают по совместительству. Они работают и там, и там. И вот чем лучше мы и больше его условий совместителям предоставлять, тем больше у нас будут возможности и эту проблему. Традиционно отчет главы принимают не только анапчане. Краевое руководство заслушивает и дает оценку. В ее основе показатели деятельности главы и администрации, и мнения людей. Среди 44 муниципалитетов Кубани Анапа на шестом месте в социально-экономическом развитии. Высок и личный рейтинг Сергеева. За 16-й год рейтинг Сергеева соответствует шестой позиции среди 44 муниципальных обозрений. Уважаемые коллеги, на краевом уровне есть полная готовность оказывать вашему городу содействие в решении любых существующих проблем. В докладе главы было сказано, что вы участвуете в 16 программах. Краевая поддержка составляет 1,8 млрд рублей. Это практически на уровне бюджета города-курота Анапы. Полный текст отчета главы Анапы будет размещен на официальном сайте администрации и в общественно-политических газетах курорта в течение недели.